И, конечно, мне очень нравится, что мы продаем хорошие, качественные вещи, которые сделаны в России. Сделаны в России. Они еще в Советском Союзе давали всем. Что это за вещи? И вопрос, где вы это можете себе купить? Я вам рекомендую приехать сюда, в торговый центр «Славянский», на Советскую 162, чтобы посмотреть, как вам продают то, в чем вы с железобетоном пройдете всю зиму. Да-да-да-да. Что это такое? Унты, валенки, носочки. И все это по абсолютно адекватной и грамотной цене. Вы не знали, а я говорю? Есть государства разные. И поверьте вам, сказки лупят, что мы были сельскохозяйственной державой. И, к сожалению, у нас мороз. А иногда и мороз лютый. Я верю в пуховики. Но в прошлом году заказал настоящую меховую шапку. Мало того, мне досталось и было то, что далеко не у каждого. Унты. Четко отпахали они у меня 8 лет. Куда делись, я не знаю. Но с тех времен и в те времена ноги не мерзли. Во как! К слову о том, что в Магнитогорске есть унты. Есть и здесь, в торговом центре «Славянский». Причем после увладевания знаниями я скажу об следующем. Четкий и натуральный мех внутри. Мало того, забудем про галоши, забудем про вечную обувь, которую необходимо сушить. С подошвой все в порядке. Теперь и далее. И вы думаете, что девушка в унтах не смотрится? Еще как смотрится! Или вам сопливая девушка нужна? Поверьте, в унтах вы про сопли, как и про замерзание ног забудете. Вот это великолепная тема. И сроки я вам говорил. Мало кто продержится на ноге, сохраняя тепло долгие годы. Насчет унтов-то мы будем говорить, да? Унты раньше у нас тоже продавались. И у меня также были унты, но в свое время мы их привозили аж только с северов. Вот. Я бы, конечно, хотел бы их найти, но мои унты закончились, когда мне было, ну, лет, наверное, 22. Да-да-да. А сейчас немножко время-то уже другое прошло. Я очень-очень сильно сомневаюсь, что они вообще выжили. По одной простой причине, естественно, унты иногда... Ну, я, может быть, их найду когда-нибудь. Ну, во-первых, и нагата стала больше, ну, и вообще. Как это дело было раньше и как это дело делается сейчас? Во, вот это две великолепные разноинтересные штучки. Разноинтересные штучки, да? То есть раньше вы брали простые унты. Сейчас вам покажу из разряда... Сейчас, 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 сейчас. Да, ну вот, сейчас покажу, не торопясь. Вот, три секунды. Вот, 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 примерно такие вы брали унты раньше, да? То бишь, они были продавлены своими нитками, но никогда здесь не было... То бишь, это были простые унты, и для них необходимо было подклеивать подошву. Понимаете? Так раньше делались унты. Сегодня и сейчас, к чему мы приходим? Ну, пункт номер один. Унты нужны, по сути событий, везде и всюду. И пункт номер два, если это не будет проклеено, то подошва намокнет. А в некоторых случаях есть такие... Ну, иногда, иногда, не в Магнитогорске, естественно, используйте солевой раствор. Представляете, что будет с унтами? Ну, они достаточно быстро пойдут в негодное состояние. А вот для этого сейчас, либо эти унты проклеены, вот посмотрите, как внимательно, они также прострочены и проклеены. То есть, вряд ли они когда-то в ближайшее время развалятся. Но если не развалятся, то в любом случае их можно хорошо и быстро подклеить. Но, с другой стороны, мы говорим о качестве. Так вот, качество здесь совершенно другое. Ну, и ценники. К слову о том, что все ценники на эти замечательные унты никогда у вас не собираются, скажем так, говорить о том, что вы не сможете себе это делать и купить. Потому что максимальные ценники это 3-3,5 тысячи рублей. Это еще красиво, чтобы было то. Это я вам показал, как делается, если мы говорим про, естественно, войлок. С другой стороны, в некотором количестве унты также прострочены. Также идет подпитка войлоком, но уже затем они целиком еще и дополнительно прорезинены снаружи. То есть, там также стоит войлок. И прорезиненная штучка, она пришита к ботинку. Клево? Вот я про то и говорю. То есть, ну да, то есть, есть вариант выбора. Вопросов нет. Это уж тогда, когда уже совсем все плохо с атмосферой. Красиво, сколько народу идет. Заходите, заходите, не беспокойтесь, проходите вообще. Да, да, да. Это мы говорим про мужские вонты, женские. Ну, женские, это вообще что-то с чем-то. Вон ты должны же красотой себе показывать, что люди понимают удовольствие от жизни. Так вы зайдите и посмотрите, что давайте все-таки мы переговорим о других вещах. Вот. Если честно, если честно, то для россиян я бы так бы сказал. Вам необходимо это сделать, 100%. Далее интереснее. Год 1999. Мы с лучшим шефом летали в Якутию. Здесь было немного тепло, там малость холодно. Чем реально спасались? Валенками! Знаете, сегодня и сейчас мерзнуть не хочется. Валенки на чистом бараньем меху хороши для всех. Оценники, изюм, к слову. Можно искать галоши, а можно этого не делать. Итак, вспомнив молодость былую, и царицу удалую. Да-да-да-да. Вы думаете, что я не занимался бизнесом на левом берегу? Занимался я бизнесом на левом берегу. Да, тогда еще рынок у нас был красивый. И именно там. Естественно, и тогда у меня были те самые унты. Но не у всех в тот момент были унты, потому что это была большая-большая-большая проблема. И что люди делали? В 95% случаев, естественно, мы брали валенки. Милое дело, хорошо скатанные, замечательные валенки. Вот они, вот они, замечательные валенки. Их катают, естественно, не просто так все это делается, отдельные структуры возникают. То есть шерсть овцы, вот попробуйте это сделать. Ну, есть специалисты, которые это делают. И тогда, и тогда, и тогда, и тогда. Вы знаете, что это случалось? То. Тогда на эти валенки надевали галоши. Помните, да? Галоши сейчас продаются. Но сейчас галоши тоже стали немножко другими. Сейчас галоши идут утепленные. Почему идут утепленные галоши? Потому что, в принципе, в этих галошах вы потом занимаетесь сельским хозяйством. Ну, дома, естественно, вкуснее, интереснее становится. Да, и галоши чем интересны? Тем, что это непромокаемый вариант. Да. Возможно, вы найдете галоши. Почему нет? Отдельная тема. Но, опять же, мы не стоим на месте. И сегодня, и сейчас есть дополнительные валенки уже с резиновыми оболочками. То бишь, вообще не нужно даже заговорить о том, что эти валенки вообще когда-то промокнут. Потому что раньше валенки промокали, да? Ну, как еще? То есть, вы ходите, ходите, в принципе, нормально. А вдруг, внезапно, вы воткнулись туда, где чуть-чуть подтаяло. И валенки начинают промокать. А сегодня нет, блог, пожалуйста, внимательности. Ну, красиво, да? Красиво и замечательно. Теперь другая тема. Очень даже, очень даже тема для девочек, для взрослых, для мужиков. А, в смысле, я и вообще. Мужики должны понимать, что девочки тоже, надев валенки, иногда смотрятся просто красивые. Вот, даже вот так сделано. Да, и так же на подошве. Ну, красиво, ну, еще раз говорю. Если мы будем говорить о ценах, то, как бы вам сказать, то. Я видел другие ценники. И даже ничего не буду говорить, что у вас нету тех самых 2800 рублей. Это самый топ. Есть ли дешевле? Естественно, есть дешевле. То есть мы не будем говорить, что это не для кого-то. Это для вас, уважаемые мои магнитогорцы. Только для вас. Ну, и другой вариант, даже лучший. Зная о том, что ноги в искомой обуви быстрее промерзнут в летних носках, я бы всем рекомендовал купить натуральную шерсть в виде носков. К слову о том, что далеко не всегда идеальная погода на работе. Есть и отвинтецкие пояса. И к слову о том, конечно, мне всегда нравится Россия. В смысле, Советский Союз. Ну, Советского Союза, к сожалению, уже сейчас нету. Но российские вещи, которые мы изготавливаем, это тоже идеальный вариант. Сто процентов. Но есть другая штука между нами, девочками и мальчиками. Мы живем в условиях весьма интересного колебания температур. Летом плюс 45, зимой иногда и минус 50 вылетает. То. Да. Я крайне сильно сомневаюсь, что вы в обычных ботиночках, ну, таких демисезонных, более рассчитанных на осень и зиму, сможете пройти тогда, когда на улице будут минус 45. Я просто над вами буду реально смеяться. Для этих вещей, для тяжелых вещей, ну, и вообще, если вы будете часто выходить на улицу, я бы рекомендовал все-таки унты, валенки. И к слову о том, что и унты, и валенки, это будет очень красиво, когда на ваших ногах еще дополнительно очень вкусные и теплые носочки. Такие же из Тамбова присутствуют здесь. Красивые, качественные и вот разноцветные. Да. При этом и то, и другое, да и вообще все, не возникает проблем в цене. То есть носки от, ну, допустим, 250 рублей и выше. Ботиночки, в смысле валенки, начинаются от 850 рублей и чуть выше. Ну, в зависимости от крутизны. Но не более того, что я вам сказал. И, естественно, унты. Теперь вопрос, где все это дело вы сможете увидеть? Увидеть, посмотреть, естественно, купить. Торговый центр в Славянске. Сюда мы переехали и будем вам показывать те самые очень полезные и естественные российские вещи. Что не русское, все русское. И не надо забывать, что во всем русском мы, как и все русские, невзирая национальность, сохранили свою рациональность. И в классной обуви, которой ни у кого нет. Унты, валенки, носочки. Ценники-то абсолютно нормальные. И никакие не крутые, не навороченные. Как раз для детей, для вас, мужики. И мальчики, и дедушки. А почему нет? Я вообще-то должен говорить о том, что рано или поздно я тоже рано или поздно становлюсь дедушкой, если поможет мне Господь Бог. Да, естественно, дело в чем заключается. Даже если что-то я куда-то уеду, мне в Россию придется возвращаться за свои пенсии. И не всегда я приеду летом, естественно. Я приеду зимой, и тогда я надену эти самые унты. Да-да-да-да-да. К слову о том, что унты, это не обязательно для мужиков. Конечно, нет. Есть и женские унты, отличные, красивые. С примочечками, естественно, где? Здесь же. Ну, а также, конечно же, есть еще и валенки. Хорошенькие, красивошные. И, естественно, носки. То есть, есть то самое место, где вы себе можете все это дело купить. Где оно располагается? Улица Советская, 162, торговый центр «Славянский». Славянский